Добрый день, дорогие зрители православного портала Экзегет! В эти светлые рождественские дни, которые у нас именуются святками, в древней церкви назывались теофаниями или феофаниями, святоявлениями, днями, в которые духовный свет озаряет человеческие сердца и мысли, и всю человеческую жизнь. Сегодня по причине празднования людьми великого события Рождества Господа нашего Иисуса Христа мы с вами продолжаем наши беседы, посвященные Вифлеему как городу Рождества, месту Рождества Спасителя, ну и естественно главной святыне, главному храму Вифлеема, храму Рождества Христова. У этого храма поистине продолжительная и весьма примечательная история, которая в особенности уникальна тем, что в этом храме, начиная с VI века, практически никогда не прекращались православные богослужения. Да и до VI века, в общем-то, за достаточно кратким, может быть, перерывом, когда святилище на месте Рождества Христова было разграблено и разрушено восстанием самарян в 529 году, начиная с IV века, с того момента, когда здесь была построена святая царица Елена I церковь в честь Рождества Христова, богослужебная традиция на этом месте не прерывалась и не прекращалась на сколько-нибудь продолжительное время. Поэтому здесь перед нами воистину уникальное место, сопоставимое по своей святости с храмом Гроба Господня в Иерусалиме и в таком богослужебном и духовном восприятии православных христиан. Это, конечно, такая, безусловно, величайшая святыня, которая заслуживает нашего с вами внимания, заслуживает того, чтобы мы говорили о ней, знали ее, представляли ее историю и ее облик. Конечно, счастливы те, кто имел или имеет возможность побывать там, поклониться месту рождения Господа нашего Иисуса Христа. Но, в общем-то, даже те, кто, по крайней мере, сейчас в настоящее время не имеет такой возможности, могут получить необходимое представление об этих святынях вот из этих наших с вами бесед и рассказов. Поэтому сегодня мы с вами побеседуем непосредственно о храме Рождества Христова, хотя, конечно, нам придется затронуть в этом разговоре и какие-то просто связанные с историей и самого храма, и Вифлеема, и вообще Святой Земли, и христианской истории, истории Вселенской Церкви. Вопросы, поскольку, ну, действительно, здесь, на этом месте пролегали такие какие-то магистральные пути человеческой истории, пути христианской церкви. Завязывались очень важные такие исторические событийные узлы и вот очень важные такие происходили события, которые потом эхом, отзвуком распространялись по всему миру. Воистину, то, что происходит на святых местах, не может быть делом только вот какого-то небольшого локального места, какого-то сравнительно маленького городка Вифлеема, но долгим эхом отзывается по всей земле. И мы с вами неоднократно можем в этом убедиться. Ну, если как-то в целом описать храм Рождества Христова и вообще какие-то такие вот его окрестности, прилегающую к нему местность, то, конечно, надо сказать, что вообще, в принципе, Вифлеем, он полон вот этими рождественскими воспоминаниями. И, конечно, в первую очередь не образами, представлениями елок, Санта-Клаусов, оленей, мешков с подарками, чулков над камином, как это сейчас, может быть, зачастую ассоциируется в сознании, наполненном западными образами Рождества. Нет, здесь все дышит именно неподдельной правдой того исторического времени, того исторического ландшафта, который связан с евангельскими событиями Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Даже улица, которая ведет сквозь большую часть исторического Вифлеема непосредственно к древнему храму Рождества Христова, носит не иное какое название, как улица Звезды. Ведь именно за Звездой шли когда-то волхвы и, преследуя вот это явившееся им такое знакомое и понятное явление, и в то же время столь необычно проявлявшее себя в привычных для них условиях, они, преследуя вот эту загадку, вот это удивительное явление Звезды, которое должна была указать им место явления великого царя и пришествия в этот мир истинного Бога, следовали этим путем, которым и сейчас следуют многочисленные христианские паломники. И по этой улице Звезды попадают на не менее примечательное место, которое называется Площадью Яслей. В память о тех яслях, в память о той пещере, в которой содержался домашний скот жителями Вифлеема, в которой находились ясли для кормления этого скота и в которой был положен создатель и спаситель этого мира. Площадь непосредственно перед храмом Рождества Христова носит название этих самых вот яслей. В настоящее время на этой площади находится как, с одной стороны, большая парковка, поскольку многие приезжают туда на автомобилях, а также здесь находится здание городского совета, здание мечетей, в основном, кстати говоря, тоже в своем основании имеющих древние христианские храмы и превращенные, обращенные в мечети только после завоевания Вифлеема сначала войсками Амара и Банхаттаба, первого завоевателя Святой Земли, ну а затем уже и войсками Салахаддина, которому Вифлеем достался после его побед над крестоносцами в 1187 году. Итак, вот на этой площади протекает вся такая, надо сказать, бурная, шумная жизнь жителей Вифлеема. В дни каких-то народных таких волнений здесь можно было наблюдать митинги, которые проходили между сторонниками Хамаса и Фатха, и порою заканчивались или, так сказать, имели свое естественное для восточной психологии продолжение в виде поножовщины, сопровождались выстрелами в воздух из автомата Калашникова, традиционно состоящего у палестинцев на вооружении, ну и перемежалось это все праздниками и танцами в народных костюмах, а надо сказать, что жители Вифлеема вообще всегда гордились таким особым, выделяющим их среди прочих обитателей Святой Земли нарядом. Сейчас, конечно, его можно встретить, бывает, только лишь на какие-то особенные праздники, когда вот жители города, обычно довольствующиеся обычной такой одеждой, наряжаются в какие-то такие старинные, еще, может быть, бабушкины и дедушкины костюмы, но сейчас, к сожалению, это такое редкостное зрелище. И вот из вот этого шума, из этой толчаи мы попадаем в атриум храма Рождества Христова. Что такое атриум? Атриум – это притвор. Но если для нас с вами притвор – это, в общем-то, сейчас сравнительно небольшое помещение, своего рода такая прихожая храма, то когда-то в древних византийских, римских храмах атриум – это достаточно большой, чаще всего огороженный двор, при этом не покрытый крышей, чаще всего, опять же, где богослужения, молитвы совершались под открытым небом, но там, вот в этом атриуме, очень часто проходили многие богослужения, в том числе и праздничные, а также и богослужения такого заупокойного круга. В этом атриуме, в монастырях зачастую располагались погребения, захоронения, прямо здесь хоронили усопших монахов, клириков или просто каких-то выдающихся ктитров этого монастыря, или прихожан, ну или храма. И, в общем, эта традиция сохранялась достаточно долгое время, в том числе и сохраняется до сих пор иногда и на святой земле. Здесь же, как правило, к атриуму примыкали и монастырские постройки. В древности храм Рождества Христова окружал целый ряд монастырей. На самом деле, это сохранилось и по сию пору. В крестоноске, например, или в византийский период здесь было два только женских монастыря, которые примыкали к храму Рождества Христова с разных сторон, с южной и северной. Не говоря уже о мужских монастырях, в которых подвязалось в основном то братство, которое в этот момент совершало свое служение в этом храме. И если в византийский период это было братство святогробское, и до сих пор ему принадлежат два примыкающие к храму Рождества Христова мужских монастыря, то в крестоноский период истории храма здесь располагалось общежитие каноников, так называемых, то есть служителей ордена августинцев в честь блаженного Августина, епископа ипонийского, весьма почитаемого святого отца Рима Католической Церкви, происходившего из Римской Африки, жившего в V веке. Впоследствии здесь поселились в основном уже монахи-францисканцы, которые сделались главными хранителями святынь землеобетованной в Римской Церкви. Сейчас в атриуме, вот в этом дворе храма Рождества Христова, расположен монастырь, принадлежащий армянской общине. Надо сказать, что вообще Вифлеем исторически так сложилось, что он состоял из такой вот, как бы, как из мозаики, из семи различных кварталов, исторических кварталов этого города. Когда-то в древности они были, ну или в средние века, они были даже достаточно так очевидно отделены друг от друга, порой даже обносились стенами, и каждая из коммун жила так вот в достаточно такой очевидной и строгой изоляции от остальных. Сейчас уже такие стены не строятся и не ставятся, но тем не менее вот разные районы города населены совершенно разными жителями. И если в прежние времена преобладающее население составляли именно православные христиане, причем надо сказать, что в Вифлееме собралась такая элита православных арабов, помимо, собственно, византийцев, которые достаточно быстро с арабским завоеванием усвоили арабский язык и перешли на него в своем быту и даже в своей богослужебной жизни, здесь жили и настоящие арабы, православные арабы. До сих пор в Вифлееме проживают два рода, связанных с древним царским арабским родом династии Гассанидов. Представители этой династии и до сих пор, в общем-то, отчасти, так сказать, их потомки правят королевством Иордании, а в какой-то момент, в IX веке, Гассаниды взошли даже на престолы Византийской империи в лице императора Никифора. Вот две семьи, представители этого рода, большие и значительные семьи, до сих пор проживают в Вифлееме. Но со временем, особенно с временами владычества крестоносцев, здесь, конечно, образовалась довольно большая латинская община, в которую вошли в том числе и арабоязычные христиане, и выходцы из Европы, те франки, те латиняне, которые переселились под владычество латинских королей Иерусалимского государства, Иерусалимского королевства, и здесь также достаточно долгое время сохранялось их присутствие. Ну, со временем они тоже, конечно, утратили свое франковское наречие и начали изъясняться в основном на арабском языке. Кроме того, здесь образовалась довольно большая армянская община, и именно по этой причине армянам принадлежит один из монастырей, вот непосредственным образом примыкающий к храму Рождества Христова, и расположенный вход в него ведет непосредственно прямо из вот этого двора, бывшего атриума, храма Рождества Христова. Ну и вообще, войдя непосредственно в храм, почему, собственно говоря, мы ведем такой подробный рассказ о населении Вифлеема, поскольку это очень ярко выражено и вообще и в самой богослужебной жизни храма, и в том разделении, которое до сих пор в этом храме существует, а также в элементах его убранства. Вот армянская община, монофизитская община армян-монофизитов, армянского патриархата, достаточно многочисленна, ее присутствие в жизни Вифлеема довольно-таки заметно. Наряду с ней также существует довольно большая община сирийская. Сирийцы здесь представлены разными религиозными направлениями. Это и сирийцы-мелкиты, находящиеся в унии с Римно-католической церковью, и сирийцы-марониты, которые, так сказать, ведут свое происхождение от древних еретиков сирийских нестариан, последователей уже учителя Нестория. Ну, правда, там, так сказать, уже вероучение в значительной степени претерпело многочисленные изменения, в том числе и под влиянием Римно-католического богословия. Сейчас и мелкиты, и марониты им принадлежат собственные церкви Вифлееме, но также они присутствуют и в храме Рождества Христова. Там им выделены небольшие принадлежащие им участки храма, в которых они традиционно также совершают свое богослужение. Ну, естественно, некуда деваться и от мусульман. И надо сказать, что, конечно, с течением последнего времени число их постоянно увеличивается и растет, и растет за счет самых разных причин. Ну, в первую очередь, надо сказать, что в Вифлееме и в его окрестностях в какой-то момент осели и поселились местные бедуинские племена. Клан бедуинов, который поселился в Вифлееме, ну, по созвучию с названием города Бет-Лехем, получил название Лехемцев или Лахмийцев. Это был достаточно мощный, хорошо вооруженный, воинственный клан, который постоянно задирал своих соседей. И между ним и, с одной стороны, турецкой администрацией, которая с XVI века управляла дамасским вивилаетом, в который входила и Иерусалим, и Вифлеем, и, так сказать, основные места Святой Земли. И надо сказать, что зачастую турецким правителям приходилось достаточно много терпеть от бесчинства и самоуправства воинственных бедуинов. Так что бедуины устраивали целые такие разбойнические рейды, нападали на города, находившиеся под управлением турецкой администрации. Все города вынуждены были обносить себя стенами для того, чтобы защититься от этих нападений бедуинов. И надо сказать, что это были не просто какие-то пустынные всадники, которые с дикими криками, потрясая какими-то средневековыми копьями и саблями, гонялись за бедными путниками по пустыням и горам. На самом деле, в XIX веке, например, эти бедуинские кланы представляли из себя такие очень хорошо вооруженные объединения, на вооружении у которых стояло и достаточно современное по тем временам стрелковое оружие, даже артиллерия. Наш соотечественник и первая глава духовной русской миссии в Иерусалиме, епископ Порфирий Успенский, описывает те баталии с применением пушек, которые на его памяти в середине XIX века раздражались между лохмийцами, представителями бедуинского клана окрестностей Вифлеема, и, например, убейдийцами, которые находились немного южнее в пустыню, и на территории которых находится обитель святого Савва Освященного, который мы тоже беседовали, рассказывали и упоминали, в том числе об этом клане Абу-Убейды и об этом селении, через который даже в самое недавнее время еще было достаточно небезопасно проезжать тем паломникам, которые двигались для поклонения в монастырь святого Саввы. С другой стороны, воинственные лохмийцы вступали в сражение с представителями другого клана Абу-Гош. Мы о нем тоже уже говорили. Это клан, который имел своим центром древний Кириаф и Арим, то место, в котором когда-то в течение 50 лет стоял Ковчег Завета после периода пленения филистимлянами, до того момента, как царь Давид перенес его в Иерусалим, сделав таким образом свою столицу еще и важным религиозным центром объединенного царства 12 колен. Вот между этими, по сути, конечно, такими разбойниками, разбойниками по духу, по своему образу жизни разражались такие достаточно серьезные баталии. К этому можно прибавить еще и периодически возникавшие восстания местных филахов, то есть крестьян, которые тоже бывали чрезвычайно недовольны теми высочайшими поборами, налогами, тем бесчинством, которое творила местная турецкая администрация, тоже периодически восставали. Поэтому надо сказать, что жизнь обитателей этих городов и Иерусалима, и Вифлеема, и других городов Святой Земли, ну, в общем, представляла из себя достаточно такое бурное явление, такую, в общем, достаточно драматичную, а порой и трагичную картину, что и незамедлило отразиться и в том числе на внешнем облике храма Рождества Христова. И если когда-то этот храм в своем первозданном виде, когда он был построен после 529 года императором Юстинианом, первым, великим, знаменитым правителем Византийской империи, цель, собственно, задача построения этого храма в том числе состояла в том, чтобы почтить великую святыню, сооружением равным которому не было бы храмов по всей Святой Земле, за исключением только лишь, может быть, храма воскресения Христова, храма Гроба Господня в Иерусалиме, ну, а также новой Церкви Богородицы, которую также в Иерусалиме воздвиг Юстиниан. То есть это было совершенно потрясавшее, поражавшее воображение постройка, которую так и описывают многочисленные паломники различных периодов истории поклонения Святой Земли. Сейчас человек, который приходит для того, чтобы поклониться этому потрясающему месту, к сожалению, не может видеть того величия, которым когда-то обладал этот храм, той архитектурной красоты и изыска, который его отличал, и по причине многочисленных разграблений, которым этот храм подвергался, и по причине той воинственной обстановки, в которой протекало его историческое существование. Сейчас человек, который подходит к храму Рождества, видит прежде всего перед собой большую серую толстую каменную стенку. Вот что предстает его взору. И в этой серой каменной стенке достаточно трудно различить некогда необыкновенные изящные классические формы храма Рождества Христова. Угадывается посреди этой стенки такой треугольный некогда фронтон, венчавший собой вход в этот храм, стрельчатые ворота, столь характерные для крестоносской архитектуры, которые сейчас заложены камнем, так что осталась лишь совершенно маленькая дверка, в которую нужно, согнувшись, ну не в три, но в две, по крайней мере, погибели, пролезть для того, чтобы оказаться внутри храма. Как мы уже упоминали, это сделано в первую очередь как раз-таки для того, чтобы буйные бедуины, налетчики, не ворвались на своих боевых конях и верблюдах непосредственно в храмовое пространство, и чтобы, в принципе, легче было при необходимости оборонять этот храм, который превращался в крепость. Поэтому сейчас посреди фасада этого храма мы видим два таких вляпанных, прямо извиняюсь за такое грубое выражение, но, собственно, и вид их достаточно грубый, таких контрфорса наклонных, которые подпирают собой эту стену, которые теперь уже, в общем-то, преследуют не столько цели поразить паломника и зрителя этого храма своей красотой, сколько обеспечить достаточную защиту тем, кто вынужден будет оборонять этот храм как крепость. Вот такое наследие веков видит паломник, прежде всего, когда подходит к этому храму Рождества Христова. Конечно, все вот эти изменения, столь изуродовавшие, действительно, по-другому не скажешь этот храм, они произошли в основном уже в средние века и являются наследием того беспредела, которое творилось здесь даже не столько во время владычества мамлюков с XIII по начало XVI века, сколько, конечно, уже во времена упадка Турецкой империи, когда Вифлеем уже, в общем, конечно, переживал закат своей некогда всемирной славы. В то же время, в 1545 году, во время страшного землетрясения, которое прошлось по святой земле, была разрушена и высокая, еще византийская колокольня, украшавшая собою храм и сейчас также относящаяся, находящаяся на территории современного армянского монастыря. Сейчас от нее остался лишь такой какой-то невыразительный обрубок, кое-как приведенный в какой-то такой более-менее приемлемый вид нынешними владельцами, нынешними насельниками этой части огромного комплекса храма Рождества Христова. Комплекс, на самом деле, намного больше, чем то, что открывается на первый взгляд лишь пришедшему сюда паломнику. И мы скажем, безусловно, надеюсь, несколько слов о тех частях, которые чаще всего недоступны и невидимы взору приходящего сюда богомольца. Итак, согнувшись в эти самые две погибели, мы с вами проходим через вот этот как бы узкий, заложенный камнями вход лишь одной створки ворот, ведущих в храм Рождества, отворяем тяжелую деревянную дверь, если она не открыта, а за ней совершенно другая большая деревянная дверь, уже не действующая, уже просто, так сказать, оставленная как память, которая когда-то закрывала вход в храм Рождества, когда туда вели еще вполне вот эти полноценные два высоких стрельчатых прохода. Эта примечательная дверь, на самом деле, хоть и имеет сейчас такой весьма потрепанный, обшарпанный и непритязательный вид, на самом деле, тоже такое достаточно, в общем-то, древнее свидетельство усердия веры прихожан средневековых, прихожан храма Рождества Христова. На этот раз это вклад, пожертвование, сделанное усердием одной армянской семьи, которая в 1920-е годы XIII века на свой счет сделала эти когда-то очень крепкие, украшенные затейливой резьбой двери. Большинство паломников даже не обращают на них внимания, а тем не менее, это тоже одна из таких черт древней старинной истории храма Рождества Христова. И вот, пройдя непосредственно внутреннее пространство храма, мы встречаем с вами такой наполненный светом, высокий, еще совершенно византийский контур, который дает представление о том, каким великолепным был когда-то этот храм. Конечно, теперь осталось от этого великолепия весьма и весьма мало. Мы говорили, что когда-то этот храм был, во-первых, полностью отделан мрамором, и полы, и стены были отделаны мрамором, более верхняя часть стен была полностью покрыта великолепнейшей, совершенно золотой мозаикой. колонны храма были расписаны, но сейчас что-то из этого мы с вами можем видеть, что-то из этого восстановлено. И если начинать с пола, сейчас его покрывают достаточно такие грубые желтые известняковые плиты. Когда-то, конечно, пол был покрыт мрамором, но зато сейчас в этом полу мы видим специально такие проделанные оконцы. Это уже наследие XX века, благодаря тем раскопкам, которые проводились в храме в ходе реставрационных работ и в начале XX века, и в середине, и вот уже в самое непосредственное такое недавнее время, уже в века XXI. В ходе вот этих раскопок были обнаружены элементы самой древней, первой церкви, которая была построена здесь, как мы уже говорили, в начале IV века святой равноапостольной императрицей Еленой, матерью святого, опять же, равноапостольного императора Константина, сделавшего христианство ну, такой сначала лишь легальной, а затем уже и главенствующей религии всей Римской, а затем и Византийской империи. Вот от этого некогда великолепного храма осталось совсем и совсем немного. Остались прекрасные мозаики пола, вернее, фрагменты этих мозаик, которые сейчас мы можем видеть вот в эти проделанные в полу оконца, нынешний где-то вот уровень пола отделяет, ну, примерно на где-то более чем полметра древний пол храма четвертого века. И мы можем видеть, насколько прекрасны, насколько искусны были вот эти древние мозаики четвертого века. Это поистине такое мастерство римских еще художников, мозаистов, мозаичистов, и те традиции, которые потом уже в конце четвертого века окончательно ушли из искусства тогдашнего времени. С конца четвертого века указом императора Феодосия Великого было запрещено наносить на полы изображение креста для того, чтобы это священное изображение не попиралось. Это зачастую как раз таки является вот таким показателем древности храма, когда на полу еще сохранились изображения креста символические. Это сразу говорит о том, что храм построен еще до конца четвертого века. Вот здесь мозаики украшены не прямо крестами, но так называемыми гомированными крестами изображение, которое более нам как-то широко известно под названием свастики. Это, как мы знаем, название пришедшее к нам и скорее восточного индийского словаря, поскольку знак этот свастики знак международный, очень древний, один из древнейших символов, солярный символ изначально и знак плодородия. В византийском искусстве он был переосмыслен как тоже один из вариантов иконографии креста Христова. В византийской традиции он получил название гомированного креста, поскольку напоминал известную нам букву Г гамма в одном из вариантов ее написания. Он как бы составлен из четырех вот этих гамм, четырех вот этих букв Г. Зачастую они весьма искусно переплетаются между собой и вот создают такой орнамент, узор, который, кстати, мы можем видеть и здесь в одном из вот этих вот окошек, открывающих нам красоту реальности храмового убранства четвертого века. по этому маленькому фрагменту можем представить, какая же красота была здесь когда-то во времена святой императрицы Елены. Если мы поднимаем взоры наши выше, то мы сталкиваемся с другим очень интересным историческим моментом. Остатки того убранства храмового, которое мы встречаем теперь, это результат сотрудничества византийцев и крестоносцев. Великолепный византийский храм Юстиниана был когда-то украшен прекрасными византийскими мозаиками, но со временем, ко временам прихода сюда крестоносцев эти мозаики обветшали, потускнели и в середине XII века нужно было заменить их новыми. Ну и если изначально крестоносцы в общем-то конечно достаточно мягко говоря недружелюбно отнеслись и к православному христианскому населению Святой Земли и в первую очередь конечно к иерархии то есть к духовенству православному буквально в общем-то в скорости после захвата Танкридом Вифлеема и после захвата крестоносцами Святой Земли все православное духовенство служившее в храме Рождества Христов в Вифлееме было заменено на латинское здесь была основана одна из важнейших епископских кафедр латинского Востока ему традиционно сопутствовало как мы уже упоминали братство каноников Августинского ордена но постепенно византийская дипломатия а также в общем-то смягчение нравов крестоносцев и то восточное влияние которое постепенно проникало весь их быт и культуру здесь на Святой Земле привело к тому что в общем эти отношения с православием и с православной Византийской империей строились уже на основах такого паритета и своего рода такого сотрудничества и поэтому мы видим что в середине в 60-е годы 12 века православный монах и художник мазаичист Ефрем с одобрения византийского императора Мануила Камнина во царствование крестоносского иерусалимского императора Амари и в те времена когда латинский епископ Рауль возглавлял кафедру Вифлеема украсил вот этими великолепными мозаиками лишь небольшие только элементы которых сохранились до нашего времени стены верхнюю часть стен храма Рождества Христова нижняя часть этих мозаических изображений в основном была посвящена предкам Христа это были иконописные изображения праотцов и тех вот из потомства которых произошел пришел на землю Господь наш Иисус Христос что конечно вполне логично если мы говорим о месте где он родился далее стены украшались символами вселенских и поместных соборов сейчас к сожалению можно видеть лишь только небольшие фрагменты посвященные в частности Сардийскому собору там и в такой вот как бы символической форме изображались и сами образы как бы вот этих церковных соборов и излагались их наиболее важные такие установления также сохранились изображения святых ангелов которые также вот образовывали один из таких мозаичных изобразительных поясов которые украшали собой этот великолепный храм при том что традиция сама и каноническая основа этих изображений она совершенно византийская по всем таким и техническим и художественным принципам выражения надписи сделаны в основном на латинском языке и вот это как раз таки такая очень важная характерная особенность вот того византийско-латинского искусства которое сложилось во времена крестовых походов на востоке средиземноморского региона это можно видеть и на Сицилии и в восточных в южных областях Италии и в кое-где еще и в тех областях Греции в которых также существовало латинское королевство и безусловно на святой земле причем не только в Палестине но и в Сирии и Ливане и в других местах и так вот такой небольшой совсем фрагмент этого великолепия сейчас мы можем с вами видеть вспоминая вот эту интересную драматичную историю сотрудничества и борьбы перемежавшейся периодами кооперации вот такой вот и совместного украшения памятников святой земли между византийской и латинской традициями в той же традиции выполнена и живопись которая украшает сейчас собой колонны вот ту колоннады которая отделяет центральный неф от двух боковых северного и южного неф этого великолепного храма не все к сожалению из этих росписей поддаются сейчас что называется идентификации не всех святых которые изображены на этих колоннах мы можем с вами сейчас определить но большая часть из них известна нам по именам опять же благодаря тем латинским надписям которые сохранились над их иконописными изображениями и очень примечательно в этом отношении то что часть святых здесь это традиционные святые византийской церкви ну общецерковные святые здесь и преподобный макарий великий и преподобный ануфрий великий но и в то же время и святой георгий победоносец и в то же время здесь по крайней мере три изображения ну вот исключительно западных святых здесь изображен святой благоверный король кнут датский просветитель Дании а также святой благоверный король мученик олаф норвежский кстати говоря строго вот если так сказать подходить к этому технически может быть даже выражаясь олаф норвежский просветитель норвегии который погиб в 1028 году в битве при стеклостадире опять-таки сражаясь за христианизацию норвегии это в общем-то святой еще не разделенной церкви и первый храм в честь него был возведен в варяжской свободе великого новгорода нигде-нибудь где князь Олаф надо сказать провел достаточно долгое время на службе у русского князя Ярослава Мудрого и отсюда уже отправился свой последний поход в Норвегию также на этих колоннах присутствует изображение святого каталда который был по происхождению ирландцем а свое служение нес в немецком городе Рихао вот такое опять же смешение разных традиций разных культур разных образов святости мы видим непосредственно вот в этом храме Рождества Христова и это один из таких знаков его необыкновенно богатой истории продолжение которой мы с вами уже я надеюсь продолжение которой мы посвятим нашу следующую беседу в которой уже будем говорить о ну что ли центральной наиболее важной значимой части этого храма Рождества Христова с праздником вас дорогие поздравляем вас с великими святыми днями Рождества Христова внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео с рождества с храма с храма с